Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нормальна ли такая гиперзабота со стороны мужа? Человек он молодой, 28 лет, ведет себя как папа. Даже мой отец за всю жизнь так не контролировал меня. Все элементарно, недавно я рассказал ему, что болит желудок уже третий день. Он нашел причину, что это из-за того, что раньше я придерживался режима, а сейчас пропускаю обед и кушаю один-два раза в день, да и то переедаю. Еще сказалось, что это из-за того, что часто пью кофе. В итоге сегодня фотографирую ему свой рабочий стол, а там стоит кофе. Он такой, кофе, все понятно. В итоге ведет себя как обиженка. Я спрашиваю, что за реакцией, говорит, что все нормально. Короче, напрягаюсь за мой малейший неправильный образ жизни. За то, что часто переживаю за пустяков, за то, что неправильно ухаживаю за линзами. Он часто наблюдал мое халатное отношение к своему зрению. И тут его понесло, он считает, что как ребенок, который не следит за своим здоровьем. Как объяснить, что как бы не старался идеально вести образ жизни, это невозможно. Но я знаю, что он на это ответит. Это все оправдание. Его черта учить воспитывать очень многое портит. Я чувствую себя некомфортно от этого. А еще чувствую себя виноватой. И он думает, что все правильно делает. А он думает, что все правильно делает. И как я смею ему предъявлять что-то о его заботе, лучше надо быть благодарным за это. Я ему доверяю, не упрекаю его за неправильный образ жизни. Мне вообще даже никогда в голову это не приходило. Как объяснить ему, чтобы он это понял? С точки зрения взаимодействия между вами, речь идет о некоем балансе, как мне кажется. То есть, к примеру, если вы чувствуете вину за свои какие-то действия, за свои какие-то поступки, например, Если вы сами себя, допустим, не принимаете, То есть, ну, сами не принимаете то, что делаете, То у молодого человека возникает такая своего рода компенсация. Добавил с ним. Прямо мне 3-городов. А, ну, вот, вася. Сусь вове вини, в дайм. свои, так скажем, гиберзаботы, и как мне кажется, вам необходимо поработать над уверенностью в себе и над своими личными границами. Это первое. Второе. Вы говорите, недавно рассказала ему, что болит желудок, уже прийти день. А с какой целью, с какой целью вы ему об этом рассказали? Не в том смысле, вы поймите правильно, не в том смысле, что не надо ему этого рассказывать. Не в этом смысле. Я больше про то, какой здесь ваш посыл. То есть, если вы рассказываете об этом человеку, то, наверное, вы что-то хотите, наверное, вы хотите какую-то реакцию. Я так полагаю, я так подозреваю, что вы хотите какую-то реакцию, если рассказываете об этом человеку. И мой вопрос заключается в том, что это за реакция? Какая это реакция? Что она из себя представляет? То есть, как вы хотели бы, чтобы молодой человек отреагировал на ваш рассказ? Как бы вы хотели, чтобы он отреагировал на это? Вот это мне, пожалуй, интереснее в данном случае всего. Потому что, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что рассказывать можно с разным посылом. Можно делиться с человеком. можно как бы жаловаться человеку. Что делаете вы? Понимаете, да? Это очень важный момент. Дальше. Сейчас. На данный момент. Ваш муж ведет себя определенным образом. Это правда. Но вел ли он себя так всегда? Ну, наверное, нет. Наверное, он вел себя так не всегда. Наверное, он... начал... Вести себя так. Спустя... Ну, вот... В какой-то момент времени. Времени. Очень важно понять, когда он начал себя себя так вести. И очень важно понять, как вы на это реагируете. Да? Вот. то есть, очень важно здесь увидеть. Как вы... Собственно говоря... Собственно говоря... к этому относитесь. То есть, как вы... Как вы... Как вы... Ну, вот... Как вы к этому... Отнеслись... С... Ну... Со своей, например, позицией. Да? Нормально. Нормально ли это для вас? Или нет? Понимаете, да? Какая история. Вот это нужно... Конечно. Обязательно. Обязательно фиксировать. То есть, обязательно нужно на это обратить... Обратить вам свое... Своё внимание. Ибо... По-другому... Пожалуй, что... Никак. Далее... Хочется... Сказать... Что... Дабы... Ну... Мужчина... Допустим... Дабы он вас... Услышал. То есть, чтобы... Ну... Понял. Да? Чтобы ему... Чтобы ему стало... Как-то... Ну... Понятно... О чем идет речь. То есть, чтобы ему... Вот. Во-первых, нужно говорить... На его языке... Это первое. Во-вторых... Нужно, чтобы ему было... Выгодно... Выгодно... Нужно, чтобы ему было выгодно... К вам прислушаться. То есть, это вот... Партнерские отношения. И... Эм... Здесь, как раз-таки... На... Первый план... Выступает... Эм... Ваше чувство вины. То есть, чувство вины... Это вот как раз... История про... Эм... Неуверенность... В себе... Эта история про... В себе... Эм... Скажем так... Ну... Эм... Сомнение в себе... Эм... Определенного рода... И так далее... И... Вот там... Где... Это... Возникает... Возникает... Там, где появляются эти сомнения, там, где появляются чувства вины, как я и сказал, появляется возможность для мужчины себя проявить вот с такой позиции. К сожалению, к сожалению, вот так примерно это работало, так примерно это и происходит, понимаете, да? Так что сначала нужно поработать. С вами, ну то есть вам над собой нужно поработать. А дальше уже смотреть в сторону того, как устраивать взаимодействие с мужчиной. Вот. Понимаете, да? Как раз так. Вот, пожалуй, то, что я могу вам сейчас на данный момент сказать. Есть у меня ощущение, что вы жалуетесь, есть у меня ощущение, что вы, ну как бы, на молодого человека своего пожаловали. Вот. Жалуется опять же, что, ребёнок, что вы занимаете вот такую вот детскую в какой-то степени позицию. То есть, что такое детская позиция на уровне ощущений? На уровне ощущений детская позиция – это аффект. То есть здесь делать что-то из аффекта. Вот. Вероятно, вы и рассказали своему молодому человеку про то, что у вас болит. Это было своего рода, ну, такое своего рода аффективное состояние, да? Наверное. Вот. Опять же, я не знаю, но вот, вероятно, это был аффект. То есть, ну, такое вот состояние, когда, скажем так, вы чувствуете некое, ну, такое, знаете, неприятное состояние, да? То есть, вы ощущаете как будто бы вам, ну, либо страшно, да? Либо вот как-то дискомфортно. Вот. Понимаете, да? Какой момент здесь. Вот. Это то, что хотел бы вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благо-благодарен. За обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, а если ваш муж видит в этом проблему так же, как и вы, можете обратиться вместе с мужем. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Продолжение следует...